Жизнь и работа за колючей проволокой. Премьер-министр региона посетил исправительную колонию номер 2. Здесь 675 осужденных работают в различных цехах. Они изготавливают мебель, делают обувь и занимаются ковкой. В рамках исполнения поручения президента России в республике проводится работа по созданию рабочих мест в исправительных центрах на базе промышленных предприятий. Как устроено производство, расскажет Наталья Ханбабаева. В цехе номер 10 работают около 70 осужденных. Они отшивают обувь для сотрудников колонии и на продажу. Каждый из них выполняет свою функцию. Кто-то вырезает подкладки для ботинок, делает заготовки, врезает колечки для шнурков и пришивает подошву. Это, например, берцы из натуральной кожи для подразделений УФСИН. Мы такие рабочие для сотрудников. Гражданские образец гораздо еще лет. Мы доработаем на услугах, а реализация для стрелок. Потому что приходишь в магазин, а ты реально дарим магазин, и вверх пишешь и видишь, уже понимаешь, где это сделать. То есть, грубо говоря, делают итальянские, экономские, и вверх купли на шнурках, вешеную кожу. Но это не единственный цех. Здесь работают с широким спектром товаров, востребованных для госзаказов и при строительстве сосучреждений. Инвесторов и заказчиков привлекают качество продукции и доступные цены. Большим спросом пользуются металлические изделия, декоративные ворота, кованые решетки и даже мангалы. Среди товаров народного потребления особой популярностью пользуются сувенирные изделия, сделанные из дерева. Премьер-министр региона оценил работы местных мастеров. Один из них раньше занимался он цукульской насечкой. Это тяжелее, или насечка тяжелее. Честно сказать, насечка тяжелее. Почему? Просто с насечкой чуть больше воздействия. Ну, воздействие, это рисунок, чтобы сохранить, чтобы симметрия была. Да, здесь больше операций для разного занятия человека. В колонии не только трудятся. Регулярно по выходным и праздникам среди осужденных проводятся культурные и спортивные мероприятия. Здесь есть храм и мечеть. Заботятся и о здоровье осужденных. В колонии функционирует больница для оказания стационарной помощи. Правительственная делегация осмотрела, в каких условиях проживают осужденные. Медицина, прежде всего, либо у пожилых людей, либо не страдающие заболеваниями. Поэтому приоритеты есть. Отдать должное нашим коллегам, ведомству, которые Татьяна Васильевна возглавляет. Большое спасибо. Здесь при необходимости проводим диспансеризацию. Приходят машины, нам выделяют машины, чтобы сделать это. Дураград и так далее. По завершению осмотра глава Кабмина провел рабочее совещание с участием глав ведомств и руководством муниципалитетов. Главная тема – загрузка мощностей производственного сектора и какие преимущества есть в сотрудничестве с УФСИН. Конечно, в этой связи с загрузкой мощностей производственного сектора служба исполнения оказания является важной государственной задачей. У УФСИН есть ряд преимуществ в работе с государственным муниципальным заказом. Это для нас, прежде всего, что важно, это низкие цены и возможность заключать прямые контракты. Вы знаете, что когда все идет по 44-му закону, месяцы проходят, после этого бывают всякие ненужные жалобы и так далее. А здесь есть такая возможность заключать прямые контракты. Кроме того, на территории учреждения находится свое профтехучилище, готовящее дипломированных специалистов. Когда осужденные выйдут на свободу, они должны быть адаптированы и трудоустроены. А работа в цехах исправительной колонии номер два поможет им в этом. Наталья Ханбабаева, Саид Кутиев, Время новостей.